Доброго времени суток! Вы на канале Ассоциация Защиты Животных. И сегодня я расскажу вам, как правильно содержать шиншилл по одному или парами. В природе шиншиллы социальные животные, живущие колониями по 100 особей. Но это не колонии, как например у сурикатов. В пределах колонии шиншиллы живут семейными группами, и как там устроены отношения, наверняка сказать нельзя. По отрывочным наблюдениям за жизнью диких шиншилл, они далеко не всегда очень тесно взаимодействуют между собой. Исследование о том, что шиншиллы дольше или меньше живут, если рядом нет сородича, не проводилось. В природе отношения между животными выстраиваются естественным образом. Если, например, агрессивный самец вторгается на чужую территорию, где ему не рады, он будет оттуда изгнан. Места вокруг много, и шиншилла может попытать счастье где-то еще. В домашних условиях, в пределах клетки, шиншиллю убежать некуда, поэтому возможны серьезные конфликты между животными. Так как же нужно содержать шиншилл? Если вы еще не приобрели шиншиллу, то хорошим вариантом будет купить уже саженную однополую пару – мать и дочь, отец и сын, двух братьев или двух сестер. Взаимодействуя с раннего возраста, шиншиллы уже привыкли друг к другу и, скорее всего, будут ладить и дальше. Также допустимо после родов оставлять дочку с матерью или сына с отцом, если они нормально ладят. Разнополых шиншилл постоянно содержать вместе нельзя, поскольку во время выращивания потомства самца нужно отсаживать, чтобы самка не забеременела сразу после родов. Поэтому если вы хотите содержать самца и самку, у вас должно быть как минимум три клетки – для самца, для самки и для отсаживания подросшего потомства. Если вы все-таки решили образовать разнополую пару, то надо помнить, что вес самца должен превышать 500 грамм, а вес самки – 550 грамм. Животные с меньшим весом просто не допускаются в разведении. Не рекомендуется ссаживать шиншилл раньше 8-9 месяцев, так как они еще в процессе роста и формирования организма. Также недопустимо содержание вместе разнополых родственников. С 3-3,5 месяцев самки и самцы уже могут спариваться, хотя их организм к этому не слишком готов. В итоге все закончится плачевно. Если у вас уже есть шиншилла и вы задумались о приобретении ей сородича того же пола, оцените возраст и характер как своей шиншиллы, так и той, что будете покупать. Взрослые животные, возможно, и сойдутся характерами, но времени и нервов, как своих, так и шиншильях, придется потратить немало. Далеко не всегда милая и ласковая к хозяину шиншилла будет также добра к другой шиншилле, поэтому при саживании необходимо строго притерживаться правил. Если у вас взрослая шиншилла старше полутора лет со сформированным характером и привычками, живущая в обустроенном жилище, то не рекомендуется покупать вторую шиншиллу ей в пару. Стресс от слишком навязчивого саживания и возможная неудача могут привести к более плохим последствиям, чем одиночное содержание, и пошатнуть здоровье животного. Если ваша шиншилла еще молода, то к ней можно подсадить вторую шиншиллу того же пола. Желательно, чтобы животные были схожего возраста. Также советую посмотреть вам наше видео про саживание шиншилл. Если ваша шиншилла еще не взрослая, но имеет проблемы со здоровьем или психикой, которые не позволяют подселить к ней сородича, вам стоит оставить ее одну. Помните, что даже саженные шиншиллы могут начать конфликтовать даже через много лет спокойной жизни. Поэтому на всякий случай у вас должны быть две клетки или два отсека витрины. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых видео. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...